Эфир Первого Ярославского продолжает проект в тему в студии Дарья Носовская. И сегодня мы поговорим о важности палеоактивной помощи, которая развивается в России и Ярославской области. И сегодня у нас в гостях Алексей Васиков, директор автономной благотворительной социально-медицинской некоммерческой организации «Дом милосердия Кузнеца Лобова». Алексей, здравствуйте. Первый вопрос. Дом милосердия Кузнеца Лобова оказывает не только социальную поддержку, но и палеоактивную. Хотелось бы, конечно, уделить этому особое внимание. Стало возможным в посёлке Паричи благодаря фактически человеку, чьё имя носит «Дом милосердия». Вот расскажите эту историю, пожалуйста. В Паричи Рыбном примерно с 2000 года работает дом сестринского ухода. Её руководителем был Азейм Нина Николаевна, человек, который в 60 лет организовал вот этот сестринский уход. И практически до 2018 года этот сестринский уход по адресу Кирова 53, Паричи Рыбная, там осуществлялся. В 2018 году преемником во всех тёплых этих словах Нина Николаевна стала Анастасия Юрьевна Иванова. Врач достаточно опытный. И в дом сестринского ухода попадает Георгий Лобов. Попадает не потому, что он старый человек, за которым некому ухаживать, но ещё потому, что у него есть палеоактивное онкозаболевание. И в мае 2018 года встаёт вопрос об обезболивании данного человека. Он решается, скажем так, была история для того, чтобы обезболить, правильно это всё сделать, разобраться в юридических тонкостях, потому что необезболенный человек появился в стенах сестринского ухода. При подключении Нюта Фидермейсера, фонда помощи хосписом Вера, администрации центральной районной больницы вопрос был решён. Но так или иначе произошло развитие дома сестринского ухода в доме милосердия Кузнеца Лобова. И уже это не только помощь и забота старикам, это ещё и помощь в реабилитации тяжёлобольным, помощь причанам, жителям Ростовского района, когда необходимо дать некоторую социальную передышку родственникам, которые ухаживают за тяжёлобольным на месяц или два, размещая их в стационар. И новый большой и важный для нас кусок – это, конечно же, помощь палеотивным людям, умирающим, которых нельзя вылечить, но это не значит, что им нельзя помочь. То есть мы можем убрать боль, мы можем купировать тягостные симптомы, и мы можем оказать психологическую, духовную помощь. А ещё, когда ничего не болит, когда тебя ничто не отвлекает от обычной жизни, можем организовать досуг. – Каким образом осуществляется палеотивная помощь, особенно с точки зрения поиска лекарства? Я так понимаю, лекарства достаточно серьёзные. Кто ими обеспечивает? Я так понимаю, что есть некоторые тонкости в законодательном моменте. – Смотрите, первое, что необходимо сделать, это подтвердить свой палеотивный статус. Да, это не такая всеобщая практика или недавно появившаяся практика у нас в России. Когда ты получил палеотивный статус, тебе положены те или иные лекарственные препараты. Если эти лекарственные препараты по льготу человеку положены, во-первых, нужно, чтобы сам человек про это знал и помочь ему получить статус, а далее наладить вот этот процесс выдачи лекарственных препаратов. Однако и этим занимается государство, и наша задача только помочь эти льготные лекарства получить. Каждый регион делает определённый запрос на лекарственные препараты. Если здесь расчёт был сделан правильно, то практически все палеотивные больные должны быть этим охвачены. Иногда бывает, так как жизнь она меняется в течение года по ситуации, нельзя прямо 100% попадания сказать, каких лекарств нужно больше, меньше. Над этим работают специалисты. Но если вдруг закупок не хватает, и лекарства, особенно к концу года, пропадают, или ещё не поступили в регион, то мы можем помочь с закупкой этих лекарств на средства до милосердия Кузнецалобова. Также при лечении тягостных симптомов или при лечении заболевания могут понадобиться другие лекарственные препараты, которые помогут нашему подопечному чувствовать себя лучше. Но они по той или иной причине в список льготных препаратов могут не войти. Но врач, который ведёт данного больного, их может прописать. Мы тоже помогаем с получением, приобретением именно этих лекарственных препаратов. Я знаю, что недавно вы выиграли президентский грант, благодаря которому стало возможным осуществлять выездную патронажную помощь. Как она работает? Кому она полагается? Кто может ей воспользоваться? Да, это маленькая победа и наша, и я считаю, что региона в целом. Невозможно полностью палиативный уход организовать в стационаре. Многие хотят лечиться дома, желают лечиться дома, но им нужно правильно, грамотное сопровождение. Есть некоторые тонкости правила ухода за тяжелобольным. Я тут пришёл с папочкой, который выпустил «Мастерская забота» при поддержке фонда «Хосписом Вера». Материалы по уходу за тяжелобольными людьми. Здесь рассказывается, как правильно человека перевернуть, понимая, где какие у нас есть рычаги, как правильно поменять подгузник, для того, чтобы это было удобно как и родственнику, он поберёг своё тело, так и самому тяжелобольному, чтобы это было менее безболезненно, менее травматично. Как правильно организовать пространство. Это есть как в методичках, так и можно получить такую информацию по специальным телефонам, где вас могут проконсультировать, и таким образом помощь получит не только тяжелобольной, но и сам родственник. 8 800 700 84 36. Круглосуточно и бесплатно. Помощь неизлечима больным и их близким. Можно проконсультироваться, и там подскажут, как правильно организовать пространство, юридически какую помощь можно получить в нашем регионе. Ну и ответят на другие вопросы. И если теперь более точно сказать про патронаж, это выездная служба. Выездная служба обслуживания тяжелобольных, палеотивных больных на дому, которая состоит из бригады. Водитель, медицинская сестра, санитарочка. Они приезжают домой. Сначала приезжает врач, он делает первичный осмотр, ему понятна ситуация дома. Понятно, на каком уровне находится заболевание, и что необходимо. Далее врач передает медсестре общее ведение больного. И мы уже в таком кураторском режиме приезжаем, смотрим, что происходит, обучаем уходу. При необходимости помогаем с приобретением необходимых средств, стульчиков, ходунков, других сложных устройств, которые именно для данного больного будут необходимы. Наша цель про это рассказать, понять, что именно в данной ситуации будет наиболее востребованным, сколько людей ухаживает за человеком, двое или один, и помочь выстроить вот эту вот паллиативную помощь, уход за человеком. Я так понимаю, что у вас большую часть работы, поправьте, если я не права, выполняют волонтеры. Что это за люди? Это обычные люди, которые решили посвятить свое время вот такому времени препровождения. Либо это какие-то студенты, возможно, медики. Может быть, это предприниматели. Как это все организуется? Как связаться с вами, чтобы участвовать в жизни Дома Милосердия? Мне понравились ваши слова, когда вы сказали, что большую часть работы выполняют волонтеры. Знаете, к этому стоит стремиться. Волонтер в Доме Милосердия – это человек, который несет заботу, тепло, уход. Персонал не всегда каждому может уделить должное внимание в разговоре, в поддержке, в том, чтобы понять, какие тайные нереализованные желания еще остались у подопечного. Но мы пока к этому стремимся. Основная нагрузка, конечно, она на обслуживающем персонале. Это люди, которые ранее нам приносили досуг, вот это внимание, тепло, заботу. Сейчас волонтер немножко трансформируется. Он пытается организовать общение онлайн, добыть те или иные вещи, которые желают наши жители. Ну, допустим, недавно у нас один из подопечных попросил посадить голубую ель. Дом, говорит, построил, ребенок есть, а голубую ель надо посадить. И благодаря сети волонтеров мы смогли эту ель достаточно быстро найти, выйти на организацию в Ярославле, которая нам ее подарила, мы передали нашему подопечному. Автоволонтерство, когда мы закупаем то или иное оборудование в Москве, его нужно доставить из одной точки в другую. С Москвы в Ярославскую область до Милосердия Кузнецалобова. Такое бывает достаточно часто, особенно с желаниями. И тут автоволонтеры нам тоже приходят на помощь. Иногда нужно найти родственника, организовать видеоконференцию, добыть радиоприемник или съездить на родину данного человека для того, чтобы узнать, а живет ли тот знакомый та бабушка, которого бы наш подопечный хотел увидеть. И без армии волонтеров, отзывчивых людей это тоже сделать невозможно. Отдельный момент – это благотворительность. волонтерство как жертвование средств на данную деятельность, на вот те руки, которые находятся рядом, ухаживают за тяжелобольными. И сейчас включается и в помощь до Милосердия Кузнецалобова включается ярославский бизнес, ярославские предприниматели, что говорит об их такой, наверное, социальной зрелости, готовности участвовать в социальных проектах. У нас есть организация, которая полностью нас снабжает различными бумажными материалами, от туалетной бумаги до полотенцами, предприятие, которое находится в поселке Семибратово. У нас есть организация, которая нам помогала с продуктовыми пайками. То есть эта поддержка, она ощущается, и это хорошо, и у нас переходит разовая помощь в традиции. Это тоже здорово. И нужно сказать, что до Милосердия Кузнецалобова он оказывает свои услуги бесплатно. Особая хосписная философия, которая нам прививает фонд «Помощь хосписам Вера», за что им большое спасибо, когда человек ставится по центру, когда не процедуры во главе, а процедуры в помощь для того, чтобы продлить... Психологическое, в первую очередь. Да-да-да, правильную помощь человеку. Так вот, мы существуем на средства благотворителей. Это и обычные люди, которые привязывают свои зарплатные карты для пожертвования в данные хосписы, в данные дома Милосердия. Это и предприятия, которые считают необходимым делать или иные отчисления. Это знаменитости, которые тоже организуют различные акции в поддержку различных социальных домов. Есть акция «Добрый рокер», при котором участвует группа «Ария» непосредственно. И они собрали для Дома Милосердия сумму, которую нам хватило, чтобы купить электрогенераторы. И в случае, когда отключается электропитание, быть все равно готовым быть в действии. Это тоже здорово. Алексей, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов в таком нелегком, но важном труде. А я напоминаю, сегодня в нашей студии отвечал на вопросы Алексей Васиков, директор автономной благотворительной социально-медицинской некоммерческой организации Дом Милосердия Кузнеца-Лобова. Это был телепроект «В тему». Оставайтесь на Первом Ярославском. До встречи в эфире.